МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Пять концертных площадок и грандиозное авиашоу. Самара готовится отметить день города. Райский сад посреди урбанистических джунглей. Жители двора на Новосадовой 250 создали во дворе фруктовый рай. Первых нет и отстающих. Более полутора тысяч человек стали участниками первого самарского марафона. День города в этом году пройдет 10 сентября. На второй очереди набережной расположатся пять тематических площадок. У бассейна ЦСК ВВС развернется выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу. Здесь можно будет встретиться с послами чемпионата. Впервые пройдет турнир по настольному футболу. А также спартакиада дворовых команд. Еще одна площадка будет посвящена детскому и юношескому творчеству. Здесь пройдет фестиваль науки. На Маяковском спуске выступят лауреаты всех музыкальных фестивалей. А на Безымянном спуске свои таланты продемонстрируют тем профессиональных и любительских театров. Главную сцену установят у памятника Засекину. Кроме городских артистов, здесь выступят и звезды российской эстрады. Кто именно будет сюрпризом? В полдень на главной сцене начнут разворачиваться основные события праздника. В воздухе показательные выступления пилотных групп «Соколы России». На воде парад кораблей. Вечером фейерверк. Впервые в этом году на набережной появятся новые арт-объекты. Трамвай, гитара Грушинского фестиваля, герб города, самолет Л-2 и другие. Райский сад посреди урбанистических джунглей. Двор на Новосадовой 250. Местный житель Александр Давитьян благоустраивает своими руками уже много лет. Одними клумбами дело не ограничилось. Мужчина установил лавочки, урны, а урожай из плодовых деревьев и кустарников раздает детям. Восемь часов каждый день уходит на полив придомового сада. С 2003 года простой житель дома номер 250 по Новосадовой Александр Давитьян начал создавать красоту там, где живет. Началось все с пары клумб. Теперь вокруг дома вишни, сирени, липы и даже смородина, малина, крыжовник и помидоры. 13 яблонь сортовых, которые в этом году дети все полностью до одного яблока оборвали. Малина тоже, клубника у меня там, крыжовник у меня там. Все дети съели. 3000 цветов внутри урбанистических джунглей сразу бросаются в глаза. Он у нас такой один, говорят женщины, которые помогают Давитьяну ухаживать за растениями. И готовы оказывать садовнику любое содействие. Такие люди, конечно, делают нашу жизнь интереснее, крепляют веру в добро, естественно, в хорошее отношение между людьми. С каждым годом райский сад Александра Давитьяна разрастается все больше. У мужчины осталась одна невыполненная мечта, но в следующем году он дал слово ее осуществить – высадит хвойные деревья. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. 7000 штрафов за тонировку было выписано автолюбителям с начала года. Водители, чтобы скрыть нарушения, проезжая мимо инспекторов ДПС, зачастую опускают все стекла. Но опытный глаз сразу выхватывает из потока машину нарушителя. Специальный прибор «Тоник» при наложении на стекло показывает допустимый уровень затемнения. Нарушителю грозит штраф и протокол об административном правонарушении. Также владелец авто должен в определенный срок удалить тонировочную пленку с транспортного средства. Сильная тонировка, уверены инспекторы ГИБДД, приводит к аварии. В состоянии тумана, в вечернее время, видимость ухудшается значительно. И водитель может не заметить пешехода, который выходит на проезжую часть, какие-то препятствия. И, соответственно, случится дорожно-транспортное происшествие. Далее коротко о других событиях дня. Водитель «Ауди» въехал под грузовик и погиб. Фото с места ДТП выложили очевидцы. Авария произошла в воскресенье 20 августа на 1052-м километре трассы М5 «Урал» в районе села Хорошенькое в Красноярском районе. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Ауди» ехал со стороны Уфы в направлении Самары. Иномарка врезалась в восстановившийся впереди грузовик. И у нее полностью срезало крышу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Родителям детей, которые снимали издевательства над котом, вынесли предупреждение. Семьи поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, пишет информационный портал ria.ru. Напомним, девочки-подростки из города Кенель издевались над котенком, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. На родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. Пять случаев привоза в регион энтеровируса Коксаки подтвердили в Самарском Роспотребнадзоре. Все заболевшие приехали с курортов Турции. Как отмечают у ведомств, за последние 10 лет наибольшая заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Самарской области регистрировалась в 2007, 2008, 2013 и 2016 годах. Это заболевание характеризуется многообразием клинических проявлений. От легких лихорадочных состояний до множественных поражений органов и центральной нервной системы. Заражение происходит водным, пищевым и контактным бытовым путем. Меж тем Роспотребнадзор не рекомендует купаться и на девяти самарских пляжах. Эксперты провели проверку санитарного состояния воды. Микробы найдены на пляжах всех очередей набережной, на Советской армии и в загородном парке. Неудовлетворительное качество воды связано с обильными дождями, сообщили в ведомстве. По данным Росгидромета, сейчас ее температура составляет 21,6 градуса по Цельсию. Такая температура ниже средних значений прошлого года. На трамвайной линии до стадиона Самара-Арена начали укладывать рельсы. Житель города снял новое видео и выложил его в сеть. Судя по ролику, рабочие от сборки рельсов и шпал перешли к их укладке. На данный момент готов лишь небольшой участок. На остальной линии пока продолжаются работы по обустройству оснований для путей. Самый масштабный масс-старт на длинные дистанции. В Самаре впервые состоялся марафон на Кубы головы города. Спортивный праздник был организован в воскресенье на набережной Волги. В нем приняли участие более полутора тысяч бегунов из разных городов и стран. Большинство участников – самарцы, которые пришли, чтобы на деле поддержать начинающееся марафонское движение в городе. Олег Зверев тоже оценил силу духа. Папа, мама и трижды я, спортивная семья Кисаевых. Для участия в забеге прибыла на Самарскую набережную в полном составе. Родители и трое сыновей бегом занимаются как любители. А сегодня решили попробовать силы на длинной дистанции. Папа с младшими сыновьями – три километра, мама со старшим – десять километров. Занимаемся просто бегом, так, любительским, иногда. И тут порыв души, захотелось всем вместе, детям понравилось. Мы взяли несколько уроков бега. Это для нас первый опыт. И для меня, и для старшего сына мы побежим 10 километров. Страшновато немножко. Ну, хочется себя попробовать, преодолеть. В первом всенародном марафоне на Кубе главы Самары приняли участие более полутора тысяч человек. Причем масштабы вышли за пределы региона. Участники приехали из 85 городов и разных стран мира. Девиз сродни Олимпийскому – каждый первый. Ведь профессиональных спортсменов не так много. Большинство участников – просто любители бега. Первый раз бегу, поэтому ничего не могу сказать, как это сложно. Узнаю потом на финише. Надеюсь. Половинку, мне кажется, любой человек, который хотя бы хоть чуть-чуть в жизни бегал, способен пробежать. Для марафона там немножечко посложнее. Там нужно готовиться. На старт! Побежали, побежали! Вот они, красавцы! Дистанции 3 километра, 10 километров, полумарафон и марафон. Им все возрасты покорны. Самому младшему участнику всего 5 лет, старшему – 78. В том же строю спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Для Самары, который менее чем через год будет принимать игры мирового футбольного первенства, важно, чтобы город был известен в мире как спортивный. Полторы тысячи участников и 85 городов. Говорит о том, что город меняется стремительными темпами. Мы идем к чемпионату мира 2018 года. Благодаря губернатору построено очень много спортивных объектов. Я о них уже говорил со сцены. Это все дает возможности нашим людям делать себя здоровыми, делать себя счастливыми и, самое главное, уверенными в собственных силах. Трасса проходила по набережной и историческому центру города. Улицы перекрыли, однако пробок не было. Выходные машин в городе не так много. И самый торжественный момент – награждение. Каждый бегун получил специально разработанную медаль участника. А вот главный приз Куба главы Самары вручен только победителям. Первыми марафонскую дистанцию в 42 километра и 195 метров преодолели профессиональные спортсмены. Это Сергей Петров из Уфы и Надежда Леонтьева из Тольятти. Была сложность трассы только из-за погоды, то, что была такая жара. А так, в принципе, организаторы молодцы. Подготовили очень хорошо. И, в принципе, круги проходили тоже по таким местам, по набережной. И очень было красиво. Конечно, я рада. Я рада за то, что люди приходят. Люди приходят болеть. Кто-то участвует. И я рада тому, что люди начинают любить бег. И начинают бегать не только профессионалы, но и любители участвовать в марафонах, полумарафонах. А старшее поколение бегунов вспоминало, как такие мероприятия проходили раньше в Куйбышеве. Теперь есть с чем сравнить. Нынешний марафон значительно превзошел советские по масштабам участия. А далее всенародный забег на длинные дистанции будет проводиться ежегодно. Олег Зверев, Константин Головин. События. Православный мир отметил праздник преображения Господня. У славянских народов этот день называют Яблочный Спас. Главной праздничной площадкой в Самаре стал собор святых Кирилла и Мефодия. Андрей Горгуленко расскажет о традициях этого дня. Яблочный Спас является одним из первых праздников урожая. Согласно поверьям, природа в этот день разворачивалась от лета к осени и зиме. Только с Яблочного Спаса у восточных славян позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они освящаются в церкви. Яблочный Спас отмечают в один из 12 крупнейших православных праздников – преображение Господня. Явление божественного величия Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Господь показывает нам, что душа человека должна преобразиться в первую очередь, очиститься от всего плохого, скверного, черного, злого и просветиться, как солнце и как белый снег. В Самаре Яблочный Спас уже не первый год отмечаются многонациональным колоритом. А помогать в проведении праздников раздачи освященных яблок с каждым годом приходит все больше волонтеров. Люди разных национальностей, коллективы художественной самодеятельности выступают для того, чтобы людей порадовать не только в храме, вот этой службой, вот этим вот соединением неба, космоса, земли, но для того, чтобы еще и душу порадовать. У нас еще образуется такой, знаете, коллектив волонтеров, которые с удовольствием на этих праздниках участвуют. Не только на этой центральной площадке у нас волонтеры, но и на других, в 9 районах города. Собор равнопостальных святых Кирилла и Мефодия стал центральной площадкой праздника, но гуляния прошли во всех районах города. В том числе и в храме святых Петра и Павла, а также при храме всех святых. Всего в Самаре в этот день раздали 2,5 тонны освященных яблок. Андрей Горгуленко, Константин Главин, События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Сегодня станет известно, сколько запросит прокурор для убить жены Вашуркина. В Самаре начали рассматривать дело о жестоком нападении на начальника отдела полиции от Радного и его жену. Часть первая – выход тяжелой техники. Самарский дворец спорта начали разбирать. В конце недели начнутся высотные работы. Еще один арт-объект открыли в парке Гагарина. До Чемпионата мира по футболу осталось менее 300 дней. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин